Вы призываете нас сомневаться, но сомневаться в чем? Силовой захват власти привел к гражданской войне. Тысячам и тысячам жертв, искалеченных судеб. Но вы призываете нас сомневаться. И так далее, и так далее, и тому подобное. Не подевали. Да. Вот если, ну, хотите... Не скомментируйте. То есть вы не готовы комментировать, да? Я готов комментировать, да. Комментируйте вы. Все понятно, хорошо. Вопрос такой. Вы согласны с тем, что они, вот пять человек, которые входят в организацию СИС, сделали ролик, который выложили на Ютуб от лица всех ленинградских студентов? Я думаю, да, скорбь. Ностальгия по бывшему сотрудничеству с этим государством присутствует в наших сердцах. Я думаю, правильный ролик, он подымет патриотизм в нашей стране. Вы разделяете, что это от имени всех ленинградских студентов? Нет, не разделяю. То есть это не от вашего имени? Не от моего имени. От имени всех студентов, с точки зрения логики, неверно, да? Ну, да. Всех студентов, знаете. Но если их втягивают какие-то политические имя, финансы, то не знаю, кто от этого выигрывает. Они говорят заявление от всех ленинградских студентов, да? Разделяете вы эту позицию, что, ну, как человек, можно говорить о всех студентах, Нет, конечно. Идет заявление очень-то... Ну, это было очень глупо с их стороны, потому что, насколько я знаю, ректоры нашей университеты, как бы, когда сказали, что у нас эти люди вообще не учатся. Чтобы такое не слышали. Ну, конечно, заявлять от всех, это нужно иметь смелость, во-первых. А, во-вторых, наверное, без расписки. Потому что у каждого своё мнение, например, я даже, например, с ним не согласна. Ну, как они с моего лица уже могут говорить. То есть, абсурдно. Вот вы, как калининградский студент, вы считаете, что эти люди, ну, эти студенты, скажем так, выразили мнение всех калининградских студентов? Ну, например, в частности, ваше. Вы же не знаете других, да? Я придерживаюсь другого мнения и считаю, что там несколько оно утрировано и подвержено влиянию российских СМИ. И именно из-за этого они считают, что вот так, как сказали. Ну, на самом деле, всё по-другому. Потому что они придерживаются только одной позиции и, ну, как-то, не знаю, не пытаются посмотреть с другой стороны. Понимаете? Угу. На Россию, вот. Но они очень любят Россию, всё понятно, в принципе. Ну, да. Вот. Но я так не считаю. То есть, я бы очень хотел снять другой ролик, но считаю, что это будет потом очень плохо сказываться на моей учёбе, например. Эти ребята, они, тоже студенты, они входят в такую организацию, называется «Сеть». Она, если представительство проводимых городов, в том числе и у нас. Это такая общественно-патриотическая организация. Слышали вы что-то об этом? Потому что их руководители утверждают, что в Калининграде уже несколько тысяч студентов состоят в этой организации. Что-то слышали? Да, я слышала в прошлом году, весной, мне прилагали, сказали, если тебе нужен лёгкий заработок, ну, там, сходи, вот, в такое-то время туда-то, заполни анкету. Тебе дадут за неё 300 рублей. Я говорю, а что за анкета? Мне рассказывают про сеть, про вот это всё. И говорю, нет, ребята, извините, это без меня, не в этот раз. Я слышала и слышала, ну, реально, у них заполнение анкеты шло за то, что они платили за это деньги. В принципе, как и движение «Наши» им за митинги платят. Ну, это то же самое, сеть, в принципе, наша, только другое название. То есть вы 300 рублей не заработали? Нет, я решила остаться со своим мнением при себе и не ходить, потому что я такую политику не разделяю вообще.